С 1 сентября в Коми официально запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним. Напомним, изменения в республиканский закон о розничной продаже алкогольной продукции на территорию республики Госсовет принял в июне. А все потому, что хоть производители ставят упорно на свою продукцию предупреждающий знак 18+, в некоторых торговых сетях на это все же закрывают глаза. Дарья Филитова о том, почему делать этого не стоит. Пару глотков энергетика, и вот уже есть силы бежать стометровку. Или без оглядки на усталость решать контрольные и писать сочинения. Чудо-напиток. Именно так о нем думают школьники, не особо обращая внимание на предупреждающий знак 18+. А между тем стоило бы. Да, кратковременный подъем энергии после выпитого энергетика будет. Но пройдет всего пару часов, и вот уже руки трясутся, а сердце бешено стучит. Это тахикардия. Опасное состояние. А все потому, что бодрящий напиток вынуждает организм брать энергию из внутренних запасов. Причем сразу много, неэкономно. И это ведет к истощению организма. Человек, когда выпивает этот продукт, он привыкает ко вкусу и думает, что ему от этого становится лучше, он становится бодрее. Но на самом деле такого вообще абсолютно нет. Он обогащает организм таурином, который очень вреден как для сердечно-сосудистой системы, ну и вообще в целом для организма. Поэтому пить энергетики, скажем так, нецелесообразно. Тем временем маркетологи, проводя анализ рынка, озвучивают пугающую статистику. За последние полгода спрос на энергетики вырос в среднем на 40%. Причины называют разные. Стресс, в том числе из-за удаленного формата обучения и в целом ускорение ритма жизни. Да и ассортимент в магазинах изобилуют вкусами, а представители торговли зачастую закрывают глаза на возраст покупателей. Среди подростков энергетики не только способ проснуться, но и модное течение. Юноши и девушки делятся в социальных сетях, какие марки лучше, составляют рейтинги и оценивают новинки. Некоторых привлекает не сам напиток, а дизайн баночек. На федеральном уровне запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним нет. Каждый регион принимает такое решение самостоятельно. В Коме ограничения ввели из-за жалоб родителей и медиков, обеспокоенных здоровьем молодого поколения. Ведь энергетики ко всему прочему вызывают еще и привыкание, совсем как алкоголь или сигареты. А бесконтрольное потребление может и вовсе вызвать серьезное отравление. Посыл контролировать продажи энергетиков магазинам уже дан. Кроме того, будут и контрольные рейды. Пока что за продажу энергетических напитков финансовой и административной ответственности для магазинов не предусмотрено. Однако в будущем, возможно, она все-таки появится. Данные за градительные барьеры приняты уже, наверное, в более половины регионов всей страны. В общем-то, мы здесь не первыми идем. Мы посмотрели на статистику и сроки принятия таких инициатив, на эффект от этого. Безусловно, вели переговоры с предпринимательским сообществом, с крупными магазинами, продуктовыми сетями, там, где реализация происходит. Нашли понимание у них. А между тем, чтобы прибавить энергии, не обязательно прибегать к таким радикальным мерам. Есть хорошая альтернатива – зеленый чай. Его не зря называют природным энергетиком. Кофеина в нем содержится больше, чем в необжаренных кофейных зернах. При этом на сердце он действует мягче. Еще важнее вести здоровый образ жизни, наладить режим дня, спать минимум по 8 часов в сутки. Тогда никакие энергетики, даже природные, не понадобятся. Дарья Филитова, Олег Костромин, телеканал Юрген, Сыктывкар.